Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. У нас уже достаточно такая осень-осень, но розы еще цветут. Очень сильно благоухают ароматами. И хочу вам рассказать про очередной сорт. По-моему, я про него уже рассказывала. Ничего страшного, можно повториться ради такой красавицы. Это сорт Лимона. Сорт достаточно недавно на рынке. Это 2016 год. Чайно-гибридная роза. Фирма Кордос. С таким необычным, нежно-лимонно-молочным оттенком цветы. Цветут соцветия. Роза имеет такой достаточно насыщенный, приятный аромат. Прекрасный, красивый, хорошо облиственный куст. Такой зеленый, глянцевый листвой. На второй-третий год куст становится сильнее, если первый год они не могут вот так вот удочками паникать. Ну, большие цветы, а ветка еще недостаточно сильная. То на второй-третий год куст становится сильнее. Роза приобретает такую добротную форму перевернутого треугольника. Достаточно пышный, достаточно одного куста для красивой картинки. Повторюсь, прекрасный аромат такой. Не сказать, что он вас собьет с ног, но аромат розы вы будете чувствовать. Очень много побегов. Роза абсолютно нежадная, то есть она такая достаточно богатая на внешний вид. И вот ее лимонные вот эти светлые оттенки смотрятся на такой темно-зеленом листве хорошо. Роза может быть как солистом, так и идти в какую-то пару с кем-то. Можно дополнять кого-то, либо кого-то к ней в дополнение искать. Что-то бело-голубое. Опять же лаванда. Какие-то многолетние или однолетние травы. Цветущие, не цветущие. То есть в композициях она смотрится хорошо. Хорошо подчеркивает какие-то красные, либо малиновые оттенки. Хорошо гармонирует. Сорт очень мощный, кусты хорошие. Такая она прям трудяга-трудяга. Достаточно быстро восстанавливается при обрезке летней и при вандальных набегах. То есть роза как раз для озеленения, для каких-то больших территорий. Ну, либо небольших, но просто территорий, где есть вероятность того, что начнут рвать цветы. Ну, вот пока как-то так. Еще раз напомню про оптовые прайсы, которые у нас в этом сезоне. На 24-й год мы их рассылаем. Кого интересует, пишите на электронную почту. Вам сбрасывается вся информация. Если что-то непонятно или есть какие-то вопросы, пишите письмо. Всегда вам ответят. Ну, вот пока как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. Будет время, обязательно отвечу. Ну, а теперь всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok